Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды, где мы, как и обещал, первонаперво подведем итоги важнейшего политического события этого года в президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, что не будет преувеличением, если мы скажем, что данное противостояние между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон стало, пожалуй, одним из самых ярких, напряженных и противоречивых за всю историю вообще президентских гонок. И понятно, почему? Ведь это два антагониста, два политика, которые лоббируют совершенно противоположные взгляды, совершенно различные векторы политики, как внутренней, так и внешней, разделяют различные, собственно, позиции по поводу, в том числе и монетарного вопроса, так важного для нас, поскольку мы все-таки знаем, что после политической темы мы возвращаемся к старым добрым спекуляциям на тему, следующего раунда о повышении процентных оставок в рамках американского регулятора. Но сегодня, я думаю, что даже не только сегодня, до конца этой недели, а может быть даже еще дольше, мы будем вынуждены все-таки смириться с тем фактом, что такое политическое событие, как уже итоги президентских выборов, будут оказывать резонансное воздействие на все финансовые площадки, как на рынок Форекс, на фондовый рынок, так и на секцию производных финансовых инструментов. Нас интересуют, в частности, американские трежерисы. Я думаю, что именно глядя на то, что будет происходить с доходностью этих активов, мы будем, собственно, придерживаться и прогнозировать, опять же, потенциальные изменения денежно-кредитной политики, потому что американские трежерисы на потенциальные изменения реагируют ключевым и, скажем, самым приоритетным образом. Что касается президентских выборов, прежде чем перейти, собственно, к итогам, на самом деле, 99% того, что Трамп уже одержал победу, действительно так, но еще не все голоса подсчитаны. Поэтому, может быть, какой-то форс-мажор, связанный с тем, что Хиллари прибавит еще несколько сотен тысяч в плане электората по количеству позиций избирателей, но картину, наверное, это уже не изменит. Трамп лидирует, и я наблюдал на протяжении последних нескольких часов, как меняется баланс сил именно позиций электората. Ну, хотя даже неправильно сказать, потому что как меняется баланс сил, там в целом был постоянный перевес в пользу от Трампа. Давайте вернемся к тому, что же рынок прогнозировал по факту этих выборов. Делали сталкивание о том, что Хиллари прибавит, где же это победа. Но мы видим то, что загад не бывает богат. Это совершенно так. По-моему, для рынка это самая настоящая прописная истина. Случается то, что меньше всего ожидают и ждут. Все началось с Брэкзита, Брэкзит теперь, Трамп, он одержит победу, шансов больше Хиллари Клинтон, Трамп, президент Соединенных Штатов Америки. Хочется задать вопрос, что дальше? Ну, я думаю, что это никому неизвестно. Но в целом мы понимаем то, что мы можем рассчитывать на те тренды, тенденции, которые были практически малопрогнозированы. То есть вероятность стерилизации новых инвестиционных идей, которых была крайне низка сейчас, вот в плане того, что мы видим, становятся наиболее прибыльными и перспективными. То есть мы не делали ставку на победу Трампа, мы верили в то, что одержит победу Хиллари Клинтон и, соответственно, она станет причиной роста доллара. Но вместо этого мы получили серьезные распродажи, которые начались буквально на азиатской сессии среды. Вот, в частности, мы видели, как пара USD на с отметки 105 улетела до минимальных значений ниже 102, а сейчас котировки чуть выше 102. В целом коррекция составила около 350 пунктов. Если вернуться к политическим программам, почему Хиллари Клинтон была интересна избирателям и почему на нее делали большую ставку? Что, в принципе, было характерно для Хиллари Клинтона? Мы знали то, что она должна была продолжить тот политический курс, который лег в основу, опять же, политики Обама. То есть консерватор, соответственно, политик, который вряд ли будет что-то менять. Но вот, честно говоря, ее взгляды с самого начала были гораздо ливее. В частности, Хиллари Клинтон делал акцент на целесообразность, увеличение расходов на социальные службы, соответственно, на социальные программы, на повышение субсидий. Но как только акцент был сделан на это, логичный вопрос сразу же возник, куда брать деньги. И Хиллари Клинтон нашла потенциальный источник дохода для бюджета, который мог бы использоваться для финансирования вот вышесказанного. И этот источник финансирования – роста налоговой нагрузки на самый богатый класс американцев. Конечно же, такая инициатива нашла множество, скажем, позитивных комментариев. И, собственно, вот тот электорат, который поддерживал Хиллари Клинтон, они как раз основывались на вот такой предвыборной кампании. В общем, понравилась такая позиция очень много. Хиллари Клинтон выступала еще за максимальную зарегулированность финансового сектора и энергетики. Ну, в частности, мы знаем то, что она является одним из самых рьяных линписцев. А с самого начала выступала против развития не кино, а бизнеса и делала ставку на альтернативные источники энергетики. Также интересная часть ее программы была налоговая инверсия, которая, опять же, предполагает борьбу с бегством компаний в те юрисдикции, которые характеризуются гораздо меньшей налоговой нагрузкой. В общем, Хиллари Клинтон явно выступала против бизнеса. Собственно, это и обеспечило ее достаточно значительным количеством голосов по потенциальному электорату и позволило многим предположить то, что большинство все-таки проголосует за нее. Но вы знаете то, что вот буквально последние несколько недель вся ситуация, вот эта политическая тема, предвыборная гонка была оморочена прежде всего для нее решением Федерального бюро расследования инициировать разбирательство по поводу переписки якобы в тот момент, когда она занимала пост госсекретаря, и эта переписка через рассылку e-mail адресов, посредством использования ее частного сервера, была приравлена к распространению государственной информации. Это, конечно же, сказалось на лояльности избирателей в отношении ее кандидатуры. Мы помним, что перевес с Хиллари Клинтон всегда был более очевидным, то есть он рос из недели в неделю, и вот буквально до позапрошлой пятницы составлял больше даже 10%. Ну вот, после того, как стало известно об этом расследовании, мы сами прекрасно видели, как это сказалось на рыночных настроениях, говорили с вами о том, что именно дистанция между Трампом и Хиллари Клинтон реально серьезно сократилась, потому что многие перебегнулись в пользу Трампа, опять же, и вот в эти выходные ФБР сообщило о том, что не видит оснований для того, чтобы продолжать вот это разбирательство и уж тем более давать и дело до уголовного преследования. Конечно же, настроения в связи с этим улучшились, но неприятный осадок он все равно остался и не позволил Хиллари набрать те потерянные голоса из-за того, что было сказано в ФБР ранее. Поэтому на, в принципе, позицию избирателей, конечно же, этот инцидент серьезно повлиял. Я думаю, что после того, как итоги окончательно уже будут подведены, нас ждет масса разбирательств, поэтому поводы результата будут оставлены, в любом случае пересмотрены, но это явно будет инициатива со стороны Хиллари Клинтон. Что касается Дональда Трампа, это тот человек, который разделяет протекционистские взгляды и почему очень трудно сейчас оценить последствия для американской экономики, потому что протекционист и либерал в одном лице это жуткая, конечно же, смесь. В любом случае стоит отметить то, что взгляды Трампа действительно крайне радиально противоположным образом отличаются от того, что мы слышали в формате предвыборной кампании от Хиллари Клинтон. Трамп, в принципе, хочет сразу прикрыть лавочку здравительной программы Обамакея, которую, как все знают, явно не выступают за увеличение расходов на социальные программы. Больше того считают, что нужно снижать налоговую нагрузку на предприятие с текущих 39%, его предвыборная кампания, именно средства налоговой ставки до 15%. Трамп хочет выстроить стену с Мексикой, чтобы контролировать все вопросы эмиграции. Трамп считает, что нужно смягчать регулирование финансового сектора и энергетического. Вот почему нефтяники все сейчас почесывают руки, потому что понимают, что с приходом власти Трампа возможно стоит надеяться на рассвет сланцевого бума в США. Потому что Трамп изначально поддерживал энергетический рынок, и, в частности, как я уже отметил, думаю, что многие действующие ограничения будут сняты. По его инициативе, скорее всего, это станет причиной создания новых рабочих мест. Но, как бы то ни было, соответственно, а нефтяной бизнес, конечно же, сейчас будет расцветать. И, в целом, если вы посмотрите на реакцию энергетического рынка на сначала доминирующую позицию в плане опроса общественного настроения Трампа, и его сейчас уже точно его лидерство, вы наверняка могли заметить то, что бренд буквально с открытия осеночной торговой сессии находился под давлением, и добрался до минимального значения, правда, сессия только начинается, может быть, минимум будет сфиксировано на гораздо более низких ценовых планках, но сейчас в лоу 44.39. То есть мы с вами добрались до нашей целевой планки в 45 долларов за баррель. Я вам рекомендовал, что как только мы это сделаем, даже несмотря на возможное наличие потенциала еще большей коррекции, можно будет сфиксировать кровь, потому что он солидный, реально. Мы ведь с вами стали спускаться с очень высоких ценовых значений. И для долгосрочных трейдеров, которые все-таки придерживаются моих же долгосрочных позиций и взглядов, я хочу сказать то, что если 45 долларов за баррель – это не тот уровень, на который вы ориентировались, тогда можно стоять дальше, потому что я не сомневаюсь в том, что мы увидим еще более низкие ценовые значения. Чтобы далеко не отходить от энергетического рынка, буквально вчера, точнее не вчера, а понедельник, мы с вами говорили о восстановлении, опять же, о цен на черное золото, и связывали это с тем, что участники рынка ждут победы Хиллари Клинтона. Потому что приход к власти Хиллари Клинтон может застопорить развитие сланцевого бизнеса, это приведет к сокращению объемов производства, недостатку, и может в конечном счете сказаться на, собственно, росте котировок, потому что, ну, это логичная реакция. Сейчас мы говорим уже о совершенно другом. К власти пришел трамп, соответственно, поддержка для нефтяного бизнеса, увеличение добычи через последовательный рост количества платформ, мы уверены, что по отчетам BankerQs мы с вами будем констатировать, из недели в неделю, из квартала в квартала, увеличение этих хранительных терминалов. В конечном счете добыча нефти в рамках американской экономики продолжит расти по несколько десятков тысяч баррелей в неделю, что вкупе с тем дополнительным объемом предложения, который идет со стороны ОПЕК, конечно же, еще больше усилит расхождение между спросом и предложением, и выведет вообще рынок нефти в совершенно новую фазу перепроизводства. Это негативный момент, негативные факты. Допускаю, что кто-то делал большой устав на такой исход президентских выборов и, может быть, и стал одним из определяющих факторов того серьезного ослабления, которое мы наблюдаем по рынку нефти вот уже вторую неделю подряд. Больше 10% потери уже составляют 45 долларов за баррель. Это еще не предел. Сейчас котировки 44.96. Для тех трейдов, которые заходили на продажу не на высоких значениях, ну то есть не на пиках, не на экстремумах, то есть не выше 50 долларов за баррель, а ниже, я рекомендую вам сейчас покинуть из положения этого актива. И повторяю, что для тех, кто все-таки стал продавать активы выше, нужно ждать еще более выраженный профиль, потому что долгосрочная совсем цель, которую я планирую достигнуть, используя фундаментальную картину, это снижение бренда в район 42 долларов за баррель. Если говорить про внешнюю политику Хиллари Клинтона, я на самом деле ее до конца не понял. Поэтому сейчас не буду даже забивать вам о голову предположениями, ну, может быть, уже не важно. А вот что касается Трампа, здесь, конечно же, интересна его позиция, которая и определила процессионистский подход. То есть Трамп считает, что нужно серьезно пересмотреть торгово-партнерские связи с теми странами, с которыми сейчас работает Соединенные Штаты Америки. Трамп считает то, что через, опять же, текущие показатели экспорта и импорты из США вымываются средства, капиталы, вымываются технологии производства. И нужно с этим что-то делать. Но вот самое, по-моему, известное его высказание, так это необходимость обложения серьезными пошлинами. А импорт, в частности, вот о Китае шла речь в 45% импорта. Ну, до Трампа очень быстро донесли позицию, что в конечном счете эта самая пошлина будет дисконтирована и отражена стоимость отпускной на внутреннем рынке США. Соответственно, это приведет к удорожанию импорта, это приведет к ухудшению показателей торгового баланса, к серьезному перекосу и в конечном счете повлияет не самым благоприятным образом на темп экономического восстановления. Поэтому, вроде бы как, Трамп от такой инициативы пока отошел. Но в любом случае, протекционистский подход, он исторически обрисовывал тенденцию, которая локально приводила к слабости американской валюты. Мы это сейчас прекрасно видим. В частности, если говорить про пару USD иена, с отметки, ну, можно сказать, 105 иен против американца, мы добрались до планки практически 101,5. Вот сейчас, ну, возможно, ситуация изменилась. Вот за минуты последние нашего брифинга, у меня, к сожалению, пока нет терминала перед глазами. А рынок сейчас ходит очень динамично. Но вот в последний раз, когда я смотрел на ту анектирубки, они были чуть выше 102. То есть все равно локальные слабости американцев против иены 350 пунктов. Это логичная реакция, потому что мы сразу говорили с вами, если побеждает Клинтон, это стимул для роста доллара. Если победу одержит Трамп, это негативный фактор для национальной валюты, поскольку, если отойти даже от этой политической подоплеки его взглядов, а коснуться просто поведения трейдеров, конечно же, любая неопределенность, а именно так сейчас нужно охарактеризовать текущую ситуацию по факту случившегося и подведенных итогов выборов, будет провоцировать повышенный спрос на защитные активы, такие как японскую иену и, соответственно, франу. В отношении японской валюты мы это прекрасно могли заметить. Банк Японии бездействует, как это, в принципе, и было ожидаемо. А вот что касается швейцарского банка, против евро и евросвестия пара сейчас торгуется на отметке 1,0791. То есть диапазон хода, ну, совсем космикотворный. Логично было предположить то, что пара могла улететь, так же, как и, к примеру, против американцев франка, на 200-300 пунктов и достигнуть уровня не 1,0790, не 1,0750, а 1,0550 или еще ниже. Но этого не произошло. Почему? Потому что перед буквально самим фактом и днем выборов, вы помните, мы делали акцент на Национальный банк Швейцарии, который заранее предупредил о том, что не допустит резкого крепления швейцарской валюты против евро. Потому что в торгово-партнерской связи вы понимаете всю эту специфику и логику, потому что еврозона является основным рынком разбыта для швейцарских предпринимателей. И Национальный банк Швейцарии в лице от Джордана четко дал понять то, что валютные интервенции последуют сразу же, как только на франка, соответственно, появится значительный спрос со стороны трейдеров. Именно это и случилось. И если ситуация будет настолько форс-мажорной, что даже валютные интервенции не сдержат укрепления швейцарской валюты, то Национальный банк Швейцарии не будет внушаться даже более сверхагрессивными стимулами посредством даже снижения процентных ставок. Они на текущий момент и без того находятся на самых минимальных уровнях среди всех разных рынков. Но Национальный банк Швейцарии уже неоднократно говорил, что может довести ставку не до минус полутора процентов, почему бы и нет. Цель одна – это не допустить резкого укрепления швейцарской валюты, потому что дорогой франк – это то, что создает угрозу и является серьезным риском для темпа роста национальной экономики. Обещание Национальный банк Швейцарии выполнил. Я не сомневаюсь, что интервенции были серьезные. И, собственно, эти интервенции и сдержали ослабление пары Евросвейцарии. Я снова призываю вас к тому, чтобы рассмотреть этот дуэт валютных активов с точки зрения занятия длинных позиций. Потому что эту идею можно рассматривать в весьма таком консервативном ключе, понимая то, что помимо наших собственных стоп-курсов в качестве ограничителей и убытков будут действовать еще и, собственно, те решения, которые предпринимаются и меры, которые предпринимаются со стороны Национального банка Швейцарии. Поэтому здесь, в принципе, я снова рекомендую вам не забывать про уровни стоп-курса на отмерке 1,0750. Что касается припроекта по паре Евросвейцарии, его можно отметить и обозначить на рубеже 1,10. Вернемся к другим валютным активам. Доллар, японская иена. Очень трудно сейчас предположить, как действовать по этой валютной паре дальше. Но, безусловно, мы с вами вернемся к идее повышения процентных ставок, но это произойдет не сегодня, может быть, даже не на этой неделе. В лучшем случае со следующим. Нужно, чтобы турбулентность утихла, рынок окончательно отыграл итоги президентских выборов в США, и мы четко поняли, что японская валюта дальше не будет крепкой. То есть слабость американца уже должна быть настолько значительной, чтобы убедить нас в том, что более низких значений по паре USD и иена мы с вами не увидим. Пока я такого сказать не могу. Я допускаю то, что в ближайшие часы мы снова сможем увидеть давление на баксы и, соответственно, спрос на японскую валюту. Особенно, когда к торгам будут подключаться и европейцы, а потом уже и сами американцы. То есть в рамках вообще всей сегодняшней торговой сессии нас ожидают, безусловно, серьезное движение и серьезная динамика. Ну, наверное, по факту такого события иного и бытия не должно было. Европейская валюта из-за слабости доллара выросла на 250 пунктов. Фактически сейчас котировки 1,1267. Здесь также все будет зависеть от дальнейшего поведения американца, как и, собственно, и вчера, и на прошлой неделе. И как только мы получим все-таки сигнал того, что нам можно фокусироваться на идее повышения процентной ставки и можно снова делать акцент на рост доллара, тогда будем говорить уже про прежнее давление на рисковый инструмент. Фунт против американца 1,2496 сейчас котировки. В принципе, поведение и реакция фунта была довольно-таки сдержана. То есть, если сравнивать даже с евро, это рост не на 2,5 фигуры, а всего лишь на больше, чем на 100 фунтов. По-моему, 120 попекло, если смотреть. Но это ерунда по факту такого события. О чем это говорит? Это говорит о том, что в рамках этого, до этого валютных активов, есть очень много фундамента, который все-таки не позволяет вот так вот слепо начать покупать аблитацию. И этот фундамент связан с Брексиком и теми последствиями, о которых мы с вами уже неоднократно говорили. Поэтому потенциал роста пары фунт-долларов, он также сейчас совершенно очевиден, точнее, его незначительности. Я, как и раньше, отмечаю то, что фунт будет оставаться аутсайдером. Если есть возможность сейчас потерпеть вот этот локальный выпад, это было бы идеально. Если нет возможности, стоит, конечно же, закрыть позицию, подождать, пока рынок успокоится, и после этого снова искать уровень для продажи британца. Но покупать фунт сейчас крайне будет неправильным решением. Опять же, исходя из той фундаментальной картины, которая складывается, в частности, вчера вышли данные по промышленному производству в Англии, отчет, как мы с вами ожидали, плохой. Минус 0,4% в леченом выражении и 0,3% в годовом выражении против прошлого 0,7. То есть слабые цифры по промышленности могут уже использоваться нами в качестве сигнала того, что общий показатель по ОВП в будущем будет гораздо слабее, чем прогнозировали эксперты до этого. Из других событий стоит отметить еще высказывание представителей ФРС Эванса, но это большее влияние, конечно же, на доллар. И даже несмотря на его комментарии о том, что в 2017 году мы с вами дождемся трехкратного повышения процентной ставки, мы понимаем, что рынок сейчас на это пока внимания обращать не будет, вы хотя бы один раз повысите ее и, в частности, сделайте по итогам декабрьского заседания. Хочу отметить пару USDCAD. У нас здесь полноценное бычье ради, которое было вызвано резким ослаблением нефти. Локальный хайп у пари составил 1.3523, и мы с вами после тестинга, опять же, с определения 1.35, добрались наконец-таки до нашей долгосрочной цели. Я очень надеюсь на то, что вы им воспользовались моей рекомендацией, купили пару повторно, уже даже не помню, который раз в этом году, с отметки 1.3350, потому что, как я уже отметил, хайп был на 170 пунктов выше. Сейчас котировки 1.3465, допускаю то, что нет, все-таки может скорректироваться с минимальных уровней к концу сегодняшней торговой сессии, что будет уже оказывать иное влияние на пару USDCAD. Поэтому давайте все-таки уже выйдем из этой валютной пары и понаблюдаем за развитием ситуации со стороны. Как только появится стоящий сигнал, я о нем вам снова расскажу и снова будем искать возможности и ценовые значения, с которых следовало бы покупать эту валютную пару. Что касается важных событий сегодняшней торговой сессии, в 18.30 у нас запасы нефти США, вчера вышел отчет от Американского института нефти, запасы снова выросли и, возможно, это еще один локальный фактор давления. То есть сегодня, логично, мы делаем ставку на то, что ее официальная статистика просигнализирует о росте запасов. И в 23.00 по московскому времени резервный банк Новый Зеландий публикует процентную ставку. Здесь вероятность того, что она будет снижена, очень высока. Ожидается, что ее скорректируют на 25 поясных пунктов от 2 до 1.75. Я разделяю такую позицию и жду то, что давление на новозеландскую валюту сегодня будет существенным. В принципе, если вы посмотрите на пару аут против доллара и НЗД, то есть новозеландцы против доллара, вы сможете увидеть то, что они как раз находятся сейчас под системным прессом. Австралиец с локального хая, который был зафиксирован выше отметки 0.7750, сейчас котируется на уровне 0.7621, то есть потеря больше фигуры. Новозеландский доллар против американцев 0.7315. Цели у нас также неизменны. По австралийцу ждем 0.75, это для начала, а по новозеландцу 0.70. Из важных событий больше, пожалуй, выделить нечего, но в любом случае расстраиваться не стоит из-за того, что статистики, на которую стоит ориентироваться, нет. Как я уже отметил, сегодня у нас день резонанса от итогов президентской гонки в США, волатильность сохранится на таком же выраженном уровне, как на азиатской сессии, уверен, до конца дня. Снова призываю вас к тому, чтобы контролировать риски, не внушаться классическими правилами риск менеджмента, потому что это сейчас очень важно. Кодовое слово на сегодня «козырь». В частности, если перевести фамилию Трампа на русский, собственно, и получится это слово. Такое символичное у нас сегодня кодовое слово. Величина бонуса 16,7%, действует он до следующего брифинга, который состоится, как и всегда, в 9.30 по московскому времени завтра. Безусловно, вернемся и к политической теме, подведем уже итоги окончательного раи, которая, надеюсь, израсходует большую часть своего потенциала к концу сегодняшнего дня. Ну и посмотрим на те отсчеты, которые у нас выпадут еще на конец этой недели. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания.